Добро пожаловать на поединок! Встречайте, в красном углу ринга Мегалодон. Древняя гигантская акула, которая правила всем водным миром на протяжении долгих лет. Акула вымерла 3,5 миллиона лет назад, но упоминание об этом хищнике продолжает наводить ужас до сих пор. Некоторые думают, что Мегалодон все еще скрывается где-то там, на глубине, и просто ждет подходящего момента, чтобы снова начать охотиться в открытом море. В синем углу ринга Мегапирания. Это речная рыба, которая вымерла несколько миллионов лет назад и является дальним родственником современной пирании. Ее безумные глаза и острые зубы могли бы заставить любого рыбака в ужасе грести к берегу. Кроме того, Мегапирания обладала репутацией вечно голодной рыбы. Поединок начинается. В первом раунде мы сравним размер хищников. О размерах Мегалодона до сих пор идут жаркие споры. К сожалению, пока удалось обнаружить лишь несколько зубов и пару позвонков. Так что мы можем только догадываться, каких размеров достигал этот монстр. По приблизительным подсчетам, древняя акула достигала в длину 15 метров, что соответствует длине вагона метро. Да, синий кит все равно остается самым большим водным существом в мире. Он почти вдвое длиннее до исторического монстра. Но Мегалодон является самой большой акулой в мире. Китовая акула занимает второе место и обычно достигает 12 метров в длину. Что касается Мегапирании, о ней нам тоже известно не так уж много. Исследователи обнаружили в Южной Америке часть ее челюсти и пару жутких зубов. Ученые попробовали смоделировать тело рыбы и предположили, что в длину она достигала 1 метра. Для пресноводной рыбы это очень много. Мегапирания, безусловно, была королевой рек. Но тягаться в размерах с Мегалодоном ей не приходится. Акула почти в 15 раз крупнее, поэтому этот раунд она выигрывает. Идем дальше. В следующем раунде мы будем сравнивать вес. Итак, в длину Мегалодон достигает длины вагона метро. Впечатляюще. Но что действительно поражает воображение, так это вес. Акула могла весить до 16 тонн. Незагруженный Боинг 737 весит всего 40 тонн. И это металл. Даже некоторые дома весят меньше. Точный вес Мегапираний неизвестен. Так что мы можем только предполагать. Допустим, она весила около 40 килограммов. Не очень-то много, но не забывайте, что она охотилась не одна. Когда Мегапирания видит жертву, она зовет на помощь еще около 100 сородичей. По весу это как два внедорожника. Но до Мегалодона рыбе еще далеко. Акула ведет со счетом 2-0. В следующем раунде сравним их проворство. Крупные мышцы Мегалодона помогали ему развивать скорость до 17 километров в час. Благодаря этому монстр чувствовал себя вполне комфортно в воде, но до рекордов ему еще далеко. Рыба-парусник обладает формой, которая позволяет развивать невероятные 109 километров в час. Это в 6 раз больше, чем скорость бедной акулы. Она как гора мышц, сильная, но довольно медлительная. К тому же она такая длинная, что ей трудно быстро маневрировать и останавливаться. Исследователи полагают, что скорость Мегапирании была почти такой же, как и у ее современных родственников. От 24 до 40 километров в час. А еще она очень подвижная. Образ жизни рыбы основан на резких и быстрых движениях. Когда Мегапирании движутся группой, они действуют как единый организм, меняя направление в доли секунды. В этом раунде балл достается Мегапирании. Теперь сравним зубы. Как и любая другая акула, Мегалодон обладатель гигантских зубов, каждый из которых достигает 18 сантиметров в длину. Это абсолютный рекорд. Более того, во рту у одной особи их 250 и расположены они в 5 рядов. Она бы запросто могла прокусить новый кожаный диван моей мамы. Помимо острых зубов, Мегалодон обладал массивной челюстью. Вы могли бы в ней прилечь отдохнуть или даже припарковать машину. Укус Мегалодона был настолько мощным, что он легко мог прокусить металл. Но у Мегапирании зубы такие же крепкие, как и у акулы. Конечно, они немного меньше, но зато острые, как бритва. Зубы расположены не в один ряд, а зигзагообразно. Когда она захлопывает в челюсти, зубы смыкаются, образуя стену острых бритв. У Мегапирании и ее потомков самый сильный укус относительно их веса из всех позвоночных. Она могла бы ухватиться за что-нибудь весом в полтонны. В этом раунде у нас ничья. Мегалодон ведет со счетом 3-2. Переходим к бонусному раунду. Пришло время интересных фактов. Мегалодон легко мог бы уничтожить рыбацкую лодку всего одним укусом. И хотя мы знаем, что акула была невероятно большой, мы все еще не имеем представления о том, как она выглядела. Идеально для таинственного морского монстра. Большинство акул обитают в соленой воде. Но есть и пресноводные. Они живут в огромных реках, таких как Амазонка, или в небольших озерах и реках Азии. На ощупь кожа Мегалодона, как наждачная бумага, как и у большинства акул. Все маленькие бугорки на теле направлены в сторону хвоста, что помогает животному быстрее плыть. Акула, как и мы, может видеть формы и цвета, но ее ночное зрение намного лучше, чем у людей. Дело в том, что у нее есть специальные электрорецепторы. Мегалодон может видеть изменения температуры и даже электромагнитное поле других животных. Но Мега-Пиранья ничуть не дружелюбнее. Она может съесть всю добычу за пару минут. Южноамериканские рыбаки боятся обычных пираний. Только представьте, что было бы, если бы они столкнулись с Мега-Пираньями. Она могла бы стать настоящей звездой фильмов ужасов. Когда пираньи вытаскивают из воды, они издают очень странные звуки, похожие на лай собаки. А когда рыбы приближаются к друг другу, они кричат, как вороны. В этом раунде бал получает Мега-Пиранья. Согласитесь, лающая рыба – это что-то новенькое. Переходим к последнему раунду. Назовем его «Навыки охоты». Основная тактика всех пираний, включая Мега-Пираний, окружить и заманить в ловушку. Они используют свою скорость и ловкость, чтобы застать врасплох даже самую проворную рыбу. В любом случае охотятся они всегда косяками. Так что, если вам удастся ускользнуть от одной, вас будет поджидать еще 99 монстров. Мега-Пираньи охотятся не только на мелких рыбок, но и на других морских обитателей. А Мегалодон является одним из величайших хищников всех времен. Не только благодаря мышцам и гигантским зубам, но и благодаря мозгу, который акулы используют в охоте. Она не просто забегает в первый попавшийся ресторан, а планирует свой маршрут и знает, где она будет парковаться. Она знает, где будет сидеть, и точно знает, как именно заполучить еду, которую хочет. Мегалодон предпочитает бить в самое слабое место жертвы – хвост, голову или живот. Каждой пище нужен идеальный подход. Иногда акула даже врезается в свою добычу и оглушает ее. За это Мегалодон получает еще один балл и продолжает вести со счетом 4-3. Звучит гонг. Акулы обычно не обитают в пресной воде, как пираньи, но Мегалодон настолько мощный, что ему по силам все, что угодно. Мегапирания и ее сородичи прячутся над ней и ждут, когда мимо будет проплывать что-нибудь вкусненькое. Но у Мегалодона отличное зрение, и он замечает засаду. Акула ныряет вниз. Скорости и ловкости рыбе нет равных. Вся группа уворачивается от огромных челюстей врага. Мегалодон разворачивается, чтобы напасть еще раз, но попадает в ловушку. Рыбы уже несутся в атаку. Они окружают Мегалодона и отрезают все пути к отступлению. Но рыбам никак не прокусить плотную кожу акулы. Мегапирания меняет тактику. И тогда косяк начинает атаковать хвост и плавники Мегалодона, где кожа немного тоньше. Мегалодон оказывается в беде. Пора возвращаться в безопасную соленую воду. Мегапирания преследует акулу, но та слишком большая для нее. Мегалодон возвращается в море, и рыбы прекращают погоню. Мегапирания выигрывает последний раунд. Счет становится 4-4.